Подруги, привет! Добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Дация и я мама семьячного малыша по имени Рэм. И сегодняшний день мы с вами проведем вместе. У нас по плану поехать на наше третье занятие по плаванию, потом у матери-перематери фитнес-марафон, очередной день им мы будем заниматься. Также сегодня хочу вам показать некоторые наши новые покупки и вещи, от которых я в полном восторге, которые мы ежедневно используем, уже опробовали. Ну и, конечно же, расскажу вам, как у нас дела с прикормом. Потому как последнее видео, которое мы записывали на эту тему, оно осталось на такой немного грустной ноте. У нашего малыша начался запор. И мы с ним срочно поехали к нашему педиатру, для того, чтобы выяснить, в чем же причина, почему так случилось и что мы можем сделать для того, чтобы ситуацию наладить. Котеночек мой уже спит свой дневной сон. Я его там укутала, так как открыла окно днем, он у меня обычно дома спит при открытом окне. На него я надела термокомбинезончик, также флисовый комбинезон, накрыла одеялком и на головушку одела полоклаву из мериносовой шерсти. Ну, котенку должно быть хорошо и удобно. А я тем временем сделаю себе завтрак, и мы с вами поболтаем. Расскажу вам, как же у нас дела с нашим прикормом. Так, что у нас по завтраку? Обычно мы с мужем завтракаем достаточно аскетично. Мы делаем себе яичницу. Так, забыла масло оливковое. Яичницу, как правило, мы готовим либо на оливковом масле, как я делаю сегодня, либо на воде. Но, сильно мне сегодня заморачиваться нет ни желания, ни времени, поэтому я сделаю на оливковом масле. Кстати говоря, о времени и возможностях мы с котеночком на последующие два дня в полном одиночестве. Потому как папа наш уехал в Москву, у него там конференция по пластической хирургии. Так что мы с котенком предоставлены сами себе. Как говорится, свободы попугая. Поэтому мы будем с ним кутить. Так, яичницу свою я делаю из трех яиц с желтком. И четвертый я добавляю просто в белок. И также на завтрак обязательно авокадо. Те, кто смотрел нашу седьмую неделю и последнюю неделю прикорма, знают, что у нас все дело закончилось не сильно радостно. Потому как у котенка появился запор. И мы поехали в экстренном порядке к врачу для того, чтобы выяснить, от чего же это может происходить и как нам от него избавиться. Собственно, какие меры мы можем предпринять для того, чтобы исправить ситуацию. Так вот, поехали мы к врачу. Обговорили ситуацию. И, конечно же, она сказала, что может быть несколько причин у малышей запора. Во-первых, это частая история. Это ничего такого сверх из ряда вон выходящего. И здесь волноваться сильно не нужно. Во-первых, нужно обратить внимание на прикорм и воду, которую малыш получает. Потому как пищеварительная система малыша не сильно развита. В том числе и ферментативная система, которая дает малышу ферменты, необходимые для переваривания и расщепления той еды, которую он получает. Так вот, если малыш, в принципе, не готов к прикорму, то запор – это очень частая проблема, с которой мамы и малыши сталкиваются при воде прикорма. Также еще один момент, который обязательно нужно учесть – это вода, которую получает малыш. Потому как, если воды слишком мало, и кишечник весь впитывает всю жидкость, то, к сожалению, для стула этой воды не остается. И стул получается очень-очень крепким, очень твердым. Дефекация, следовательно, очень болезненная или, в принципе, невозможная. И, в общем, малыш с этим вопросом сильно мучается. Также можно обратить внимание на объем порции, которую малыш получает. Если порция слишком большая, то также это может привести к тому, что у малыша образовывается запор. Так вот, все эти моменты мы посмотрели, обсудили. И первую неделю мы решили уменьшить порцию малыша. От 200 миллилитров я начала ему давать порцию овощей 150 и кашу я вводила уже с объема 150. Поэтому ее уменьшать мне не было никакой необходимости. Помимо этого мы, конечно же, обратили внимание на питье малыша и допаивание водичкой. Он не сильно, это ошибка, любит воду. И, в принципе, в день он не выпивает нужный объем. Поэтому я понимала, что с этим что-то нужно делать. Мы его поим из вот этого поимчика Авент. Он для нас оказался самым-самым лучшим. Еще был второй манчкин. Его я также вам уже в инстаграм-сторис показывала. Но тот нам не зашел, и мы подарили его нашему дружку Мирону, который тоже в скором будущем будет учиться пить. Ну а Рэм признал трубочку и сейчас очень замечательно из этого поимника пьет. Несмотря на то, что он менее удобен для меня, как для мамы, потому что здесь несколько деталей. Во-первых, сама чаша, потом верхняя часть, потом трубочка, потом вторая трубочка. Все это разбирается, все это нужно мыть. Здесь верхняя часть недостаточно удобная, чтобы промыть его рукой. И самый большой минус, здесь нет шкалы объемов. То есть каждый раз, когда мне нужно налить сюда жидкость, я должна сначала отмерять ее в отдельном мерном стакане. Это, конечно, геморрой-геморрой. Но, да ладно, ребенок этот паильник принял, он его очень любит, из него ему очень удобно пить. Он держится за эти ручки. С трубочкой быстро разобрался, что делать, поэтому мать терпит, ребенок наслаждается своим питьем. Так вот, несмотря на то, что паильник ему зашел отлично, он все равно воду не пил в нужном количестве. Поэтому я решила ввести ему отвар из чернослива. Собственно, сейчас у нас в этом паильничке тоже находится чернослив. И я ему даю вот такой вот компотик, который ему нравится очень и очень. Готовлю я его очень-очень просто. Покупаю чернослив, слежу за тем, чтобы качество ягоды было очень-очень хорошее. Ее промываю, замачиваю и потом помещаю в кастрюльку с водой. На 500 мл я кладу 10 ягодок. Если хочется сделать порцию побольше, то я добавляю 1 литр воды и 20 ягод. Добавлю это до кипения и сразу же снимаю. Потом оставляю на несколько часов в кастрюльке, чтобы это все впиталось, остыло. И разливаю по его мерным стаканчикам, по уже определенным порциям 140-150 мл. И ежедневно даю ему вот в этом паильнике пить. Ну вот так выглядит мой ежедневный завтрак. Это 3 яйца с желтком, 1 яйцо просто белок, авокадо. Конечно же, мое ведро кофе в разных чашках. Ну и, наверное, все. Иногда, когда у нас нет авокадо, то мы еще можем добавить белую фасоль в томатном соусе. Ну и, в общем, наверное, и все. Если сильно мне надоедают наши яйца, то я еще могу позавтракать амарантовыми подушечками. Если я это сильно надоедаю, то я могу еще позавтракать либо йогуртом с орехами и сухофруктами, либо амарантовыми подушечками с молоком. Так что же по нашему прикорму? Значит, первую неделю мы сократили порцию от 200 мл на 150 и не было никакого абсолютно эффекта. Даже несмотря на то, что малыш получал достаточное количество жидкости в виде отвара из чернослива, все равно эффекта положительного не было абсолютно. Он даже на самом деле был негативный, потому как малыш стал ходить в туалет еще реже, и стул стал более твердым, более болезненным. Дефекация была просто сопровождении слез, крика, плача. У меня прям сердце разрывалось. Я прибегла к помощи глицериновых ректальных свечей. То есть свечку я разрезала на более мелкие части, согревала в руке, чтобы края этой свечки становились более обтекаемыми, чтобы она уже была такой влажной и теплой, и малышу ни в коем случае не было больно ее помещать в попку. Ну и с этими свечками с богом пополам на малыш ходил в туалет, как я уже говорила, ну там раз в пять дней, наверное. Опять же обратилась к доктору, сказав о том, что нет никакого у нас улучшения, несмотря на то, что мы удалили овощи из нашего рациона. И тут мы понимали, что нечего уже ждать, нечего малыша мучить, нам нужно прибегать к помощи препаратов. И она прописала нам фарлакс. Детская слабительная работает по похожему принципу, как сироп лактулозы, но по опыту моего педиатра он имеет немного более положительный эффект и меньше побочек, в том числе в дутие живота или газообразовании. Поэтому мы с радостью согласились попробовать именно этот препарат. Он дается в пакетиках, один грамм на килограмм веса малыша, и в нашем случае это получилось два пакетика, утром и вечером. Я, конечно же, задалась вопросом, как же разводить этот препарат, потому как это порошок. Воду мой малыш не пьет, а в инструкции написано, что нужно разводить либо в воде, либо в жидкости прозрачной, похожей на воду. Спросила у педиатра по поводу смеси, она сказала, что нет, в смеси его разводить не стоит, потому как сам препарат, он задерживает воду, он не позволяет этой воде всасываться ни в кишечнике, ни в желудке, а оставляет эту воду, собственно, на долю стула. И поэтому, если мы разведем этот препарат в смеси, препарат среагирует со смесью, вместо того, чтобы реагировать со стулом. И я стала разводить его в нашем отваре из чернослива. Но когда я размешивала этот порошочек, я заметила, что его нужно очень и очень хорошо размешать. Если, например, давать ребенку этот препарат не с ложечки, а с паильничком, с трубочкой, либо с бутылочки, тогда, естественно, если он плохо разведется, то он не будет поступать в ротик малыша, потому как не сможет пройти через клапаны трубочек или через дырочки самой соски. Поэтому я тщательно-тщательно, ежедневно его размешиваю и слежу за тем, чтобы он на 100% растворился. Доктор мне сказала, что эффект должен наступить через 7-10 дней, лечебный срок целый месяц, что очень-очень долго. Но да ладно, если я знаю, что препарат малышу поможет, пожалуйста, ради бога, буду давать ему целый месяц. В нашем случае эффект наступил уже через, по-моему, 3 дня. Стул стал значительно более мягким, и сейчас уже котенчик ходит в туалет ежедневно. Здесь только остается наблюдать за консистенцией стула. Также мне педиатр прислал шкалу, по которой я руководствуюсь. Если стул станет слишком жидким, то я сокращу дозу приема этого препарата с двух пакетиков на один. Ну и также через, не знаю, там, недельки, наверное, в общей сложности 2-3, я потихонечку буду возвращать овощи и смотреть, как мой малыш будет реагировать на возвращение именно этого вида прикорма. Пока я вдыхаю, конечно же, с облегчением. Я очень рада, что мой малыш, как минимум, ходит в туалет ежедневно и без слез, и плача, и боли. Но буду надеяться также, что по истечению этого месяца приема препарата, но мы сможем уже в туалет ходить самостоятельно, регулярно и без каких-либо болезненных ощущений. Так, ну что ж, у меня осталось 5 минут до того, как поднимать малыша, потому как нам пора отправляться в бассейн. И, кстати говоря, о сне малыша у нас есть одно очень положительное изменение в нашем режиме сна. Малыш стал дольше спать днем, теперь уже он спит минимум час. Если мы приезжаем домой с плаванием, он сильно устал, то он может поспать аж 2 часа, что для меня просто какая-то аллилуйя. Я прям глазам своим не верила. В прошлый раз, когда мы приехали с плаванием, я смотрела в монитор в часы, в монитор в часы и думала, черт, ты серьезно? Ты спишь 2 часа? Ох, какая это прелесть! Прошел целый час с того момента, как я его уложила, и, по-моему, он даже не собирается просыпаться, поэтому придется мне тихонечко-тихонечко заходить в его комнатку и его будить. Все, я позавтракаю, попью свой кофе и поедем в бассейн. Давай, Катю, у него не ходи, у вас. Опа, перись, 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 перись. Нутик, давайте сюда. Опа, давайте, у вас. Я его сегодня укладывала спать в этом флисовом комбинезончике, в нашем термо-комбинезончике из шерсти мериноса и в балаклаве также, из шерсти мериноса. Я ему потихонечку покупаю дополнительные предметы гардероба как раз-таки из мериносовой шерсти на зиму, потому как именно эта шерсть, она позволяет ребеночку оставаться в тепле, поддерживать температуру тела, но в то же самое время не потеть. Это очень важно, особенно когда мы одеваем зимние комбинезоны. У нас, например, обычно проблем нет ни в демисезонных, ни в зимнем нашем комбинезоне от Шапет. Но вот именно в этом комбинезончике, он, наверное, очень для него сейчас пока теплый, малыш потеет, поэтому я использую вот эту поделу. Да, котенок? Для того, чтобы он не потел, не был мокреньким. Вот, и так как в Питере у нас сейчас стало намного теплее, чем было, не знаю, полнедели еще назад, там было минус 4, сейчас опять у нас в плюсах, весь снег растаял, и опять у нас тепло, поэтому сегодня я одену на него кабец и только оставлю его в этой поделе. Больше не буду одевать ровным счетом ничего. Опа, давай. С собой посеян я на всякий случай в рюкзаке чуть-чуть-чуть взяла снег. Ой, ты господи. Так, мы будем сейчас орать. Давай, котенок. Поэтому одеваю его быстро и молча. Давай. Нам уже с тобой пора в бассейн, ты при меня кричишь. Опа, ты видишь? Опа, ты видишь? Давай, 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 давай. Опа. Хоть. Давай, это мы тебе заберем. Это вот так вот тебе закроем. Повыше. Да-да-да, Бутик, повыше тебе чуть-чуть закрою, чтобы шейка была закрыта. Где твоя молокла? Давай, вот так вот. И капюшон надевай. Ну вот так. Ну вот так у нас получилось. Котеночек тепленький, да? Комфортненький и улыбается. Как только ты его одеваешь, начинает орать, стоит только поднять, все. У котенка жизнь наладилась. В общем, мы сейчас побежим быстро до машины, так как не буду брать с собой нашу коляску. Буду тащить малыша на руках. Не буду записывать нашу дорогу. Увидимся уже с вами в бассейне. Сниму для вас чуть-чуть из наших занятий плавания. Мы погнали, времени у нас уже нет. Все, увидимся в бассейне, подруги. Говори, подруги, пока. Ку-ку. Господи, ты моя корочка. Ну что ж, мы выехали. Погода в Санкт-Петербурге просто отвратительная. Ну, что нового? Дождь проливной называется декабрь. Новый год, приходи. Нам доехать ровно 22 минуты. Не так-то далеко от дома. Снова встретимся с нашей Машенькой. Нашей любимой подругой. Новый котенка, которая тренирует его на занятиях плавания. Так что, увидимся в бассейне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы добрались домой с бассейна с плаванием Я даже балаклаус малыша снимать не буду, потому как мне нужно быстренько его докормить Еще свою бутылочку не съел в бассейне И буду укладывать его на второй дневной сон Уже все, еле-еле вытерпел В машине уже засыпал Но держался до последнего И так мы, в общем, приехали И не пришлось нам в машине сидеть Непонятно сколько времени Погода просто кошмарная Что касается бассейна, это, кстати, наверное, вот мое самое большое волнение Это как выходить из бассейна Сейчас осенне-зимнее вот это время Особенно в Питере, когда один день минус 4, другой день плюс там чуть ли не 10 Дождь, снег, непонятно вообще какая погода И, собственно, после бассейна выходить с малышом на улицу Думаю, это что-то с чем-то Поэтому, ладно, рада, что сегодня получилось припарковаться прям у парадной Мы быстренько проскочили и все, да? И все Ну ладно, сейчас положу малыша Пойдем я покажу вам, что мы приобрели новенького из нашей посудки Мы купили новую ложку Расскажу вам, какие хорошие, какие нам не понравились И еще несколько Бочки-бочки-бочки-бочки, несколько штук на нашей кухне Ну, что такое? Иди-ка, иди-ка Ох-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х Так, давай Поправлю тебе твой баллогу Все уже улетело у тебя, тут котенок пока тут дрыбился Все уже улетело Так, давай Садись Где у тебя еда? Ну, где твой бутылочек тоже? Давай, давай Давай, где твой нажусь? Нажусь давай мне Давай еще, да? Нажусь давай еще Что? Молодец, что? Как же вторая ножка? Так, он что-то, по-моему, неправильно делает. Ведь вообще девайку как-то непонятно. Нет, все правильно. Так, не сбивай меня с толку, котенок. Все было правильно. Я тут чуть-чуть застегну, чтобы сжалась. О, да! Давайте сюда вот так вот поднимаем. Давай! Брю-брю-брю! Брю-брю-брю! Давай, давай, пукчу! А-а-а, пукчу! Готов! Давай! Ну все! Давай, пукчу! Давай, пукчу! Давай, пукчу! Спокойно, пукчу! Спокойно, пукчу-пукчу! Ну, сейчас оттихнуй тебе пукчу. Пусть я переверну. Подожди. Открою окошко. Покручу тебе белый шум. И переверну тебя. Так. Пукчу-пукчу. Пукчу-пукчу. Так, ну все. Все, положила бутика. Так, котенечко. Укладывается. Вот уже. Вот идеал. Кстати, кто меня спрашивал, довольна я или нет этим монитором. Во-первых, картинка, вы видите, какое качество. Картинка сносная, нормально. Но с кнопок стерлись абсолютно все значки. Поэтому ты только по памяти знаешь, что куда нажимать. И все. Бутик там продолжает плавать. Лягушка маленькая. Ладно. Просто темень. Как будто бы ночь. Вот так, собственно, живем, черт подери. Я выключила свет, чтобы в камере сильно не желтило. Но, блин, светлее сегодня не станет. Поэтому терпим картинку, терпим темень. Наслаждаемся моим глазком. Ну, в общем, сегодня у меня, значит, на обед будет филе курицы и гречка. Все, больше ничего не буду. А вечером я, пожалуй, приготовлю себе салат из кенуа. Листьев салата, помидор, огурец, авокадо и оливковое масло. Вот это будет мой ужин. Но, да ладно, до ужина еще наберемся. Так, что еще я хотела вам показать из последних наших покупок. Для детской посуды я купила специальное средство для сосочек, посуды и всего, что я не мою в посудомоечной машине, а мою вручную. На самом деле, по большому счету, я купила вот это средство для его игрушечек, которые, в принципе, нет никакого смысла отправлять в посудомоечную машину и также для его сосок. Не знаю, это, наверное, проблема моей посудомоечной машины, потому как в Риге у меня таких проблем не было. Но каждый раз, когда я мою соски в посудомоечной машине, они вылезают вот такими. Они как будто бы с каким-то странным налетом, желтые и неприятные. Но, как только я помою их вручную, они становятся очень приятненькими, прозрачненькими и чистенькими. В общем, собственно, мы убедимся в этом. Вот это чистое, только что помутая руками, а это из посудомоечной машины. Ну, наверное, разница есть. Одна прозрачная, другая абсолютно мутная. Вот. Поэтому, собственно, их я мою руками. Да и, в принципе, на самом деле, в последнее время я все чаще и чаще мою его посуду, либо его любые игрушки, контейнеры. Все, что пластиковое, в частности, руками. И, если говорить про мытье рук, вот какую штуку мне купил муж. Тридыщ. И можно помыть руки. Это специальный диспенсер для жидкого мыла от Сайона. Вот такая вот штука. Хотела я его уже давно. И вот муж мне, наконец-то, его купил. Вот так он выглядит. Здесь сверху есть кнопочка, при помощи которой можно выключить его, когда ты его чистишь, чтобы он не сработал. И при нажатии еще раз, он снова включается. Вот такая вот классная штука. Здесь мыло. Вот такой вот контейнер. Его можно отдельно заказывать. Не знаю, где-то я читала или друзья мне рассказывали, что можно также самому делать вот это мыло. Покупая концентрат, добавляя воду или что-то такое. Но, зная себя, я заморачиваться не буду. Я, собственно, буду покупать. Просто готово и его перезаполнять. Неоднократно вы меня спрашивали в директе, да и в комментариях писали по поводу посуды. Спрашивали меня, какой посудой я больше всего пользуюсь. Либо это пластиковая, либо это керамическая, стеклянная и так далее, и так далее. Сразу отвечу, что для ребенка я на данный момент пользуюсь исключительно пластиковой посудой. Я не пользуюсь стеклянными бутылочками, не пользуюсь керамическими мисочками, металлическими ложками и так далее, и так далее. Я пользуюсь специальными ложками, низкими контейнерами, бутылочками, которые произведены для кормления малышей, а следовательно без БПА или без бисфенола А. То есть это химикат, который добавляют в пластик. Если он присутствует, то это уже доказано исследованиями, очень вредно для здоровья человека. То есть не сразу, естественно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть этот БПА, он попадает через стенки пластика в еду. Особенно, когда этот пластик разогревается в микроволновках или, в принципе, горячая еда отправляется в эти контейнеры. И если таким образом питаться из этих контейнеров, то через какое-то время этот химикат может пагубно повлиять на здоровье человека. Что касается детских всех этих контейнеров и посуды. Я на самом деле, конечно же, согласна, что более безопасно для малыша пользоваться керамической, стеклянной и так далее. Но безопасно в каком смысле? Вот в этом возрасте, в котором находится РЭМ, я понимаю, что для нас более безопасно на данный момент пользоваться пластиковыми и силиконовыми предметами для кормления. Просто потому, что РЭМ очень активный. Особенно до 4 месяцев, когда у него были сильно развиты все рефлексы новорожденного. Он даже, когда я кормила его бутылочкой, он может вдруг в секунду, даже в полусекунду ударить рукой по бутылке. Эта бутылка выскакивает у меня из рук, она летит просто в другую сторону комнаты или об стену. Или, в принципе, он бывало не раз выкидывал эти бутылки из, в том числе, коляски, когда мы гуляли на улице. Поэтому для меня на данный момент более безопасно пользоваться силиконовой и пластиковой посудой. Потому как она не может разбиться, осколки не могут куда-то закатиться так, что я не замечу при уборке. А когда малыш начинает ползать, то мы знаем, что он лезет везде. И наткнуться на осколок стекла, керамики и так далее, это, мне кажется, наиболее опасно в данный период времени, чем пользоваться пластиковой посудой. Тем более, что специальная детская пластиковая посуда, она не имеет этого преслоутого БПА и сравнительно безопасна для малыша. Особенно, если не греть эту еду в контейнерах. Я, конечно же, не могу сказать, что на 100% я избегаю именно ситуации, когда греется еда в контейнерах. Конечно же, нет. Я могу и компотик ему погреть в паильнике, я могу кашу погреть в миске. В конце концов, я могу после готовки отправить сразу горячее пюре в контейнеры пластиковые, которые у меня специально для этого приобретены от Philips Avet. И, опять же, готовится эта еда в том числе в пароварке, которая имеет пластиковую чашу. Поэтому здесь, конечно, мы не говорим, что 100% горячая еда в мои пластиковые контейнеры не попадает. Она, конечно же, попадает. Но, что я пытаюсь делать для себя, это минимизировать количество раз, когда действительно горячая-горячая еда попадает в эти контейнеры. Тем более, что, например, для каши вода нагревается до 50 градусов всего лишь. А все контейнеры и бутылки, они выдерживают до 210, по-моему, градусов. Минимум это 180. Поэтому их можно также и стерилизовать. И этот БПА там не присутствует. Следовательно, от стенок этой пластмассовой посуды ничего отслаиваться или отделяться не будет и попадать в еду также не будет. Когда малыш подрастет и он уже не будет шевыряться посудой, не будет у меня постоянно риск того, что осколки разбитой посуды могут оказаться у него в руках, во рту, может что-то проглотить. Тогда, конечно же, я перейду максимально на керамическую, стеклянную и так далее посуду. На данный момент, ну, эта ситуация для нас вот такая вот. Я считаю, что более безопасно сейчас для малыша, чтобы он не поранил себя. Во-первых, не разбил эту посуду, не ударил себе по голове, когда он там швыряет свои руки вправо-влево и так далее, и так далее. В общем, это ситуация с нашей посудой. Так, если говорить про ложки. Я уже несколько раз рассказывала про свои ложечки. Первая ложка, которую мы когда-либо пользовались с котенком, это вот такая термоложка от Канпол. В комплекте здесь идут две ложечки. Я их покупала в Риге, когда мне нужно было малышу давать из пумизанчик. И я нашла эти ложки, они были самыми практически дешевыми из тех ложек, которые имели термофункцию. Я решила, ну, вот возьму сразу комплектик из двух. Вот, они очень нормальные, классные ложки. Но, так как я потеряла вторую, которая поменьше размером, чем вот эта, то мне пришлось искать новую. Второй я заказала себе комплект вот таких ложечек от Манчкин. В комплекте таких четыре. Вот, но оставила я себе одну только для того, чтобы показать вам ее в видеоролике. Остальные все отдала подруге, которые они, в принципе, нравятся. Мне эти ложки не понравились совсем, и мне было крайне неудобно малыша ими кормить. Во-первых, потому что они сильно гибкие, но это, на самом деле, даже не самая большая проблема, потому как силиконовые ложки тоже гибкие. Но вот эта, она вот прям сильно-сильно сопливая. Вот такая вот прям тоненькая, сопливая. И ее форма, ну, не знаю, по крайней мере, Рэму, она была неудобна для того, чтобы поместить в рот еду. Она сильно не глубокая, в общем, какая-то непутевая ложка, нам она не понравилась. Вот, ну, посмотрим, что скажет моя подруга, когда начнет своего малыша прикармливать, понравятся ей эти ложки или нет. В общем, для нас они отправляются в черный список, и мы не пользуемся. И вот я нашла очень крутые ложки, вот такие вот заказывала также на Озоне. Twist Shake компания называется, серия Pastel. Это, по-моему, швейцарская компания, которая имеет вот такие вот ложки изогнутые, эргономичные ложки для малыша. Они твердые, эти не деформируются, не изгинаются никоим образом. Здесь есть силиконовая вот такая вот вставочка для того, чтобы ручки не скользили, тоже без БПА, считаются очень безопасными для малыша. И у них, на самом деле, я видела в предложении есть разные, есть и прямые, ну, более стандартные ложки, которые нам будут более привычными. Но это странное, я решила попробовать, но когда вот ты берешь, например, из глубокой чаши или глубокой миски или контейнера еду, пюре, например, или кашу, то очень удобно, что длинная-длинная ручка, ну, по крайней мере, для мамы, пока она кормит малыша именно сама. Это очень удобно, что ручка вот такая вот длинная. И сама ложечка, она тоже очень удобная. То есть она идеальна и по глубине, и по форме. То есть Рэму она очень хорошо зашла. И что мне нравится еще, помимо эргономичности и функционала, они очень красивые. У них есть разные цвета, все пастельные, очень классные, в том числе и посуда есть с присосками, без присосок, там разные-разные. И, в общем, у них есть очень красивые пастельные цвета, там бежевые, какие-то розоватые, голубоватые, серые. В общем, я взяла пока что белые. И еще из ложек последние, которые я заказала попробовать, это вот такой вот комплект от Манчкин. Еще у них есть такой же комплект зелено-голубой, то есть одна зеленая, другая голубая, я взяла фиолетовую розовую. Ну, как-то решила я творчески подойти к вопросу. Что с этими ложками? Они очень крутые. Во-первых, они очень крутые тем, что они силиконовые. Вот они такие мягенькие, не такие сопливые, как та первая от Манчкин, вот эти прям идеальные. Если говорить о таких вот ложечках, которые изгинаются и поддаются. Почему? Потому что край у них не острый, он очень мягкий и приятный. И здесь сзади есть вот такие вот попурышки. Так, давай фокусируйся, покажи мне попурышки. Вот они. И также есть вот такой стоппер, который не позволяет малышу слишком глубоко засунуть эту ложечку в рот. И на данный момент мы ей пользуемся, во-первых, для того, чтобы кормить малыша. И также я этой ложкой пользуюсь в качестве прорезывателя. Он очень здорово вообще работает в этом вопросе. Малыш его может обсасывать, грызть очень долгое время. Ему очень тоже нравится. И вот такая вот толстая ручка. Из минусов, что мне не нравится. Ручка очень короткая. Если кормить маме малыша, то это просто невыносимо. И вот этот стоппер на самом деле, если он жутко хорош, когда малыш сам себе засовывает эту ложку в рот, то он жутко плох, когда мама кормит малыша. Во-первых, он попадает в еду, и поэтому эта вся штука грязная. И ручка для мамы очень-очень короткая. То есть хотелось бы, чтобы эта ручка была длиннее. И, в принципе, я уже смотрю по этой ложке, я понимаю, что она будет очень прикольная и идеальная, когда малыш сам начнет держать в своей маленькой ручке ложки. Я предполагаю, поэтому она и такая маленькая, коротенькая сделана, с расчетом того, что малыш сам будет держать ее в своих ручках. Поэтому я их пока что, на самом деле, чаще всего даю ему как прорезыватель. И оставлю на то время, когда он сам возьмет ложку на свои ручки. И чаще всего я пользуюсь вот этими двумя. Twist Shake и Kanpu. Вот этими ложками. Эти очень-очень прикольные. Так, что еще хотела показать? Наконец-то пришли мои гантели. Ну, или, точнее сказать, гантель. Я заказала, блин, на озоне гантели себе. Пару, естественно, изначально нету. Другой компании. И они никак не могли мне доставить. Вот меняли заказы, как обычно. Короче, у них какой-то аншлаг с курьерами. Я так понимаю, у них там какие-то забастовки. Потому как они то ли не платят, то ли что. В общем, я не знаю, чем они там недовольны. Короче, это сильно влияет на отслуживание клиентов. И поэтому они никак не могут вовремя доставить заказы. Следовательно, мой изначальный заказ они отменяли-отменяли. И я его, в общем, потом выкинула нафиг. И заказала просто другие гантели. В надежде, что эти они доставят как-то побыстрее. Тем более, что эти мне нравятся намного больше. По внешнему виду. Вот такие фиолетовые. Два с половиной килограмма. Starfit называется. Вот она, кстати, пришла покоцанную. Ну да ладно, черт возьми. Озон, прощу тебе покоцанную гантельку. Блин, хотя не хотелось бы, конечно. Ай! Короче, помимо того, что черт возьми, не знаю, сколько я ждала этих гантелей, когда она пришла сегодня, я поняла, что она одна. Блин, это не комплект. Не две гантели, а просто одна гантелина. Черт! Не судьба мне в моем фитнес-марафоне заниматься гантелями. Ну, буду бутылкой из-под молока и своей гантели одной заниматься. Весит. А, и еще сегодня жду ботиночки для малыша. Очень надеюсь, что доставка сегодня приедет, что они успеют мне доставить, чтобы вам показать в рамках этого влога ботиночки, которые я заказала от Twinkle Stories. Компания называется. Кстати, у меня от ZDEC приходило какое-то сообщение. Я его успешно проигнорировала. Так, ZDEC. Так, парашютная. Заказ по накладной от Twinkle Stories. Так, сегодня. Сейчас я посмотрю. Да! Слушайте, сегодня до 6 часов, да, придут наши ботиночки. Я заказала на овчине классные такие, господи, как же они называются, валеночки по типу УК, но без подошвы, потому как у них самый маленький размер с подошвой это 20, а у малыша моего значительно меньше. Сейчас у него ножка 11 сантиметров, но я с запасом заказала. Размер 15, то есть это на 15 сантиметров. Пусть уж будет немного не побольше. Я думаю, что за зимушку он там в своей ножке тоже подрастет. Так что сегодня тоже ждем еще ботиночки. Очень-очень жду. Мне так интересно посмотреть, потому как полный инстаграм фотографии и, в принципе, очень хорошие отзывы я слышала об этой компании. Интересно посмотреть, что же они нам пришлют. Привет. Котенчик и счастливы, а мне пришли ботиночки. На двинку. Что здесь? Так. Все, заброем. У, чекунки маленькие. Так. Угу. Карбатюля такая. Обычно. Угу. Какие вот тут у тебя. Смотрите, какая ты видишь. Какие птички. Господи, ты можешь, ты можешь ты. Вот такие вот. Так, что-то написано-то. Мгновение пройдет, останется история. Дуинкл. Так. Сейчас я их разъединю. Вот какие они. Здесь сзади. Тепучечка. Вот так вот круто. Одеваются на ножку. Тут прям овчинка-овчинка. Ммм, такие сиренькие и красивенькие. Господи. Тепучка тут. И тут. Так. Вот так вот и закрываются. Класс. Такие они классненькие. Ну, размерчик на самом деле достаточно большой. Вполне возможно, что-то я прям борщинула с пятнадцатой. Я думаю, что на жуле моя закончится где-то здесь. Ну, ничего. Пусть будет. Ничего страшного. Хи. Так, засуну сейчас ручку. Тепленькие прям. Ну, класс. Короче, жду, пока котеночек мой проснется. И будем мерить ботиночки на него. Господи. Эй, наконец-то пришли. Какие они красивенькие и классненькие. Ммм, круто. Пусть тепло, малышу, зимой. Класс. Котеночек мой проснулся. Да, малыш. И мы готовы померить наши ботиночки. Давай будем ходить. И смотреть, что же у нас с тобой тут получится. Смотри, котенок. Какие у тебя ботиночки. Ты дышь, ты дышь, ты дышь. Давай. Так, одел. Круто, молодец. Слушайте, круто, что они сзади открываются. Потому что даже на такую маленькую ножулю очень легко одеть. Давай. Давай сюда ботинок. Посмотрим, что у нас тут выйдет. Представляешь, котенок, как тебе будет тепло зимой? Как тебе будет тепло? Да ладно тебе не ноги. Смотри. Ты дышь. Опа. Смотри, котюль. Опа. Ну, красота какая. Ты дышь. Смотри. Котеночек ходит. Раз. Вот, вось. А, три. А, четыре. Опять скажи подруге привет. Я гуляю в ботиночках. Смотри, какие классные. Давай вот так повернем. И вот так. Ну да, они у нас чуть-чуть великоваты. Здесь вот заканчиваются пальчики. Но, мне кажется, очень даже клево. Если какой-нибудь носочек под них ходить или слипик, то будет выглядеть очень круто. Да? Хи-хи-хи, котенок. Круто. Смотри, как классно. Давай. Ну, теперь можешь ползать в своих ботинках новых. Давай, котенок. Типич. Так, ну чего, котенок. Смотри, какой ты красивый. Ну, класс. Смотри, какие ботиночки. Котенок. Смотри, как классно. Ну, теперь ты готова к зиме. Очень круто. Класс. Настоящие уги. Взрослого пацаненка. Да, котенок? Ты моя прелесть. Ты моя прелесть. Ну, куда поползешь? Ну что ж, на этом мы, наверное, сегодня с вами прощаемся. Ставьте лайк, если вам понравился наш выпуск. И в комментариях обязательно пишите нам, если вы хотели бы, чтобы мы публиковали больше наших ежедневных влогов и показывали вам, чем мы занимаемся каждый день. Да, и обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Это будет нам большой поддержкой. Говори, подруги, пока. Пока. Все, ковер есть, ботинки есть. Котенок пошел заниматься своими важными делами. Все, мы на этом с вами прощаемся. До следующего нашего видеоролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok